всем здравия сегодня я продолжаю свой обход черного моря прошел прошел год я кабардинки примерно с этого места где сейчас нахожусь я закончил на этом месте я закончил свой поход от геленджика до кабардинки теперь я пойду от кабардинки до новороссийска ну не знаю пройду я пройду или я до новороссийска по берегу или не пройду не знаю есть там нюансы вот сейчас я нахожусь на каком-то кемпинге я не помню по моему где-то отсюда выходил может быть дальше это революционная 105 пансионат кабардинка за ним и отсюда уже пойду в сторону новороссийска пляж этого кемпинга да где-то вот где белый забор я там выходил дорогу на трассу проезжу часть теперь вот такой путь начинается со скал начинается все с тех же самых трудностей которые были от геленджика дальше пойдет нормально скалы вроде не скользкие время 11 часов сегодня 1 сентября двадцать третьего года я бы сказал ни фигово жарко для 1 сентября в прошлом году такого не припомню водичка чистая но весь мелкая моя задача идти как можно ближе к берегу по берегу и как можно ближе к берегу пешком по берегу вокруг черного моря в этом году если все получится я планирую пройти от зубки до соч вот этим летом и возможно возможно осенью или зимой пройти абхазская побережье от соч от адлера до до окончания абхазии ну а там посмотрим еще не пройдено больше чем пол крыма еще не пройдено вот вот отсюда и до феодосии вот и в крыму не пройдено вот поповки если не ошибаюсь до до джанкой а тут весьма неплохо вот такой вот кротик небольшой есть скальничек и гротик вода такая достаточно чистая отсюда можно зайти в эту небольшую бухточку классное место ну а мне вот так вперед 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 и дойду я если все хорошо до начала порта ну до транснефти потом будет порт нужно будет идти через город затем можно будет начать уже идти по около берега по набережной и это вот наверное где этот корабль примерно и можно дойти до мосхака от мосхака еще можно дойти до широкой балки от широкой балки можно дойти до дюрсо это проходимое место но я думаю что если все хорошо я пройду всю набережную новороссийская домосхака ну и этот участок от кабардинки до порта так что мы видим впереди где люди это лазурный пансионат и что там дальше где переход видеть виднеется это у нас пансионат виктория и прочее лазурный находится здесь на этой стороне виктория находится за 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 дорогой там проходит дорога трасса за трассой виктория ну и все и дальше за этим переходом дальше дикие пляжи там ничего уже больше нет что это такое кемпинг не кемпинг так это у нас лазурный а это уже начало пляжа лукоморья здесь даже у лукоморья есть вода сейчас мы попробуем что это за вода может какие-то стоки вода холодная на вкус немного странновато вода холодная не знаю что-то не рисую ее пить интересно сюда пройти можно будет нормальным здесь лестница ведущего наверх вообще прикольненько здесь я бы так сказал мне надо вон туда как я там пройти здесь что я пройду волнорез что это это уже третья лестница буквально не тут через каждую метров тридцать а это вот она одна лестница вот вторая и тут третья настоящий дикий пляж плавник все дела опять скалы а здесь прям ванночка на этих скалах да ну так и бываешь кабардинки сколько времени а не знаю что здесь прям кабардинки какие места скрытая бухточка да кстати кроксы новые такими с дырками у них поудобнее ходить в плане того что вода с них выливается быстро но они более с тонкой подошвы и более такие утонченные но более легкие чем те я не помню как назвать вот 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 кроксы вот походу идти по таким скалам это просто жестко они скользкие вот особенно по этим здесь ил мертель скапливается где зеленый что нормально не так скользко и по ним идти очень опасно можно упасть вот такие вот острые выступы поломать все что угодно подошел к выступу проходим вроде можно проследить что иду и оттуда вот уже это все прошло я зашел до пляжа виктория кстати видна табличку кабардинка без кабардинку это у нас пляж виктория такой цивилиненький пляж еще один волнорез там далеке кажется вижу маяк и море такое прям приятно камни большие отсюда в принципе можно же прыгать высота такая нормальная метра метра два номера галька мелкая здесь неплохая кафешка можно похавать там пиво пивасика бобах бухнуть посидеть все цивильно там это уже дикий пляж пошел кстати на этом пляже виктория там есть еще и детский уголок и все так не все так такое пространство не такое большое но все есть все аккуратненько все хорошо и красиво и пляж прям классно вода чистая не ожидал что виктория такой клевый пляж вообще офигенный маленькая бухточка что-то вроде ущелья там течет то ли сток то ли родник здесь вот такое строение недалеко от поворота кабардин спуск суда здесь прикольная такая ванночка это забирает отсюда воду видимо все таки это река водичку попробовал холодненькая там что удивительно что во первых что уже сентябрь и вода здесь есть у меня на стоянке уже ручей тут почти пересох а с родненька еле течет вода прям холодная видно что родниковая даже наверно не речная мне кажется в реке вода потеплее хотя кто знает выход может какой-то может речушка ручей какая жара просто нереально течет ход просто ручьем полторашки взял с собой не думал что вода будет сейчас покажу как я прохожу участки просто как на лыжах вот так приходится идти а варит 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 Субтитры сделал DimaTorzok Большой участок попался с таким склоном, что идешь по воде по скользким этим скалам Еще дофига, за тот уступ надо идти, а это метров 300, наверное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вода зато здесь просто идеальная, чистейшая Вообще кайф Потому что надо занырнуть Еще одна небольшая бухточка с таким уклоном, достаточно сильным Ну, позагорать, я думаю, можно здесь выединиться Даже можно, кажется, сюда спуститься Если не так высоко, то сюда Можно даже попробовать слезть Надо залазить потом, если это метра три Вот тут Вот тут Пожалуй, одно из самых трудных Вот эти слои, они пересекают, под углом идут То есть не так вот, как я шел вдоль скалы Можно было по уступу вот такому идти вдоль То есть здесь надо их перешагивать А они все скользкие Ну, там какой слой ила Это просто Жесть, как неудобно Иду тут Дальше отошел От скалы Чтобы не идти по этим Выступом под углом Вот что-то мне напоминает Это почти Временами иду почти по пояс И мне это напомнило Как я шел в Тарханкуте Крыму Когда была мутная вода Или камни Под ногами Непонятно Куда наступать Чем было вообще жесть просто Живности столько там было И море, блин Какие-то морские иглы, коньки Надеюсь, что за этим уступом Уже будет берег Галичный Без воды Пока что Вот такая как бы красота Кому красота, кому тяжкая Почти прошел этот выступ Вот он сначала был Такой большой Теперь вот этот маленький И тут вода Такая чистая стала А он там шел Там вообще Интересно было Все как бы так сливалось Как будто укачивало Меня вместе с этими Водорослями Какой-то такой Оптический Обман Обман Этот маленький Выступ Дальше Дальше то же самое Я думаю, что Только после вон Сейчас что-то не нажимается Я думаю Только вот после Вот этого Выступа Будет уже Галичный Берег А пока что Также вижу Вот этот отвес Вот он И там дальше Но там дальше Может быть Не будет такого Прижима А здесь вот Какой-то ущельце Есть А из этого Ущельца Течет родничок По скалам Сейчас я водички попью Я думаю Уже можно Тут попить Сюда даже Есть спуск Тропиночка Так что мы здесь видим Видим, что дальше Вот какая-то Штуковина стоит И вот Не знаю Пройду ли я там Здесь Такой бережок Местами Можно Нормально пройти Но это Так По мелочи Прошел Вот такое место Такой небольшой Пляжик Там можно Палатки поставить Там же Лестница есть Такая Благорожно Деревянная И тут Люди отдыхают Наверху Прикольная Штуковина Пока что Такой же берег Идешь Падаешь Тут Иногда Весь мокрый Не просыхаю Нифига Тут же Где я говорил На этой стоянке Что там Такой Кемпинг Не кемпинг Что такое Облагороженное Там же есть Вот эти Штуковины Саба Ну вон та штука Не знаю Что это Здесь уже начался Голичный Берег Тоже вот такие Какие-то штуковины Есть Достаточно Неплохая Бухточка Кстати Неплохой Пляжик Заход в море Тоже Неплохой Вот она Кабардининка Такая штуковина Написано Причальное Сооружение Там дальше Какая-то Колючка Дайся Пройду Вход Причал Запрещен Ограждение Причала В аварийном Состоянии Такая штука Какой-то Причал Непонятный Ну а я Ну а мне Уже Полегче Идти Уже Не по воде Вопрос Только Докуда Я дойду Смогу Ли я Дойти До порта Или Что-то Пригодит Мне Движение Вперед В этом Вопрос Вопрос Ко мне Вопрос Вопрос Повстречался Очередной Родничок Течет Вода Холодная Что-то 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 Скальный Выступ Небольшой Я Я уже Я уже Довольно Близко К порту Нахожусь Так Ну а Ну а Дальше Пляжик Здесь люди Купаются И там Дальше Памятник Видно Который С дороги Ну пляж Довольно Таким Маленький Люди Присутствуют Здесь Спуск Есть Спуск Только Я не понял Где именно Тут есть Еще и Родник Вот А я Дальше Иду И вон Я Про Которую Говорю Памятник Вон Пляж Еще Продолжается Жалит Просто Нереально Что-то Не Припомню Что В Крыму Ушел И У меня Просто Текло Как С ведра Даже Не могу Телефон То есть Включить Камеру Потому Что У меня Постоянно Руки Мокрые С них Все Течет Вот Такие У меня Руки Постоянно Все Майка Мокрая Жесть Какая Это Вообще Жара Еще Одна Бухточка Еще Одно Место Вот Только Прошел Там Тоже Был Такой Родничок Небольшой Скоро Будет Известно Смогу Ли Я Подняться Местебазе Или Нет Там Был Сейчас Только Подъем Какой-то Такой Не очень Понятный Подниматься Высоко Место Классное Стояночки Типа Укрытие Очередная Бухточка И Вон Он Поедник Тут же Есть Тропиночка Получается Дошел До Первого Витка Зарпантинов Дальше Еще Прилично Идти Вот И Все Поход Закончен Там Дальше Территория МВД Прохода Нет Так Что Все Теперь Только Новороссийск Можно Начинать С корабля За Портом Вот И Оттуда Идти До Тор С